МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Годотковый уход в полторы тысячи тонн свежегороднины. С уводом эксплуатации новых теплиц, огольной площадью 5 гектаров, рудаковцы повеличили объемы выросшиваемой продукции. Летость в головы сбор склау коля 11 тысяч тонн, а выручка от реализации 123 миллиарда рублей. Разумное сполучение цены и якости дозволяя предприятиям агентство выполнено конкурировать не только на внутреннем рынке. Больше половы выращенных огурков и томатов поставляются в суседнюю Россию. Мы посадку проводили в ноябре прошлого года. В декабре прошлого года мы собрали 40 тонн, и в этом году мы уже собрали 250 тонн. В первую очередь, конечно, мы обеспечиваем продукции Витебск. Когда подбираем гибриды, мы всегда берем, чтобы огурец был вкусный, ароматный, хрустящий. То, что нравится покупателю, то стараемся и растить. Не стало майстра. На 93-м годе пошел життя вядомый белорусский мостаг-график, член Союза мостаков Беларуси, удельник Великой Чинной войны Рыгор Пилипович Кликушин. Человек, который не только покинул след у мостаствия, а лею кожным сердце, кому посчастило быть им знакомым. Сиротых и наш корреспондент Татьяна Ивановская. Очень интеллигентный, очень педотичный, строгий, но одновременно человек, который смог свое искусство донести, вложить в наши головы. Он нам всегда говорил, уважайте белый лист бумаги. Это то, что может у вас вдруг стать произведением искусства. Про таких говорить прагожие гармоничный человек, аддукованный, интеллигентный, добрыйший души, чудовный мостаг, график, иллюстратор, наставник, собеседник. Яго имя, голос, манеры немахшима забыть. А одно сяны до мостацтва, да усягу с любою, только с душой. Я не мог работать, если я равнодушен, допустим. Я не могу это делать. А цанить, як кажуть, уклад Кликушина у мостацтва немахшима, только аутурских шрифтов у Яго 36. По Яго допаможниках уже вушится некальки покалению. Ян проиллюстровал 70 книг. Яго зауседы ставили упрыклад, як найлепшага маэстра своей справы, як знаутцу стылю, як человека колоссальной працаздольности и просто интеллектуала. А одно сяны Кликушина с любимым городом – это особная сторонка яготворшисти. Его черно-белой гравюре, он считался мастером гравюры, он запечатлел практически всю историю нашего города. Это и улочки города Витебска, это и церкви, и другие архитектурные памятники, и портреты витеблян. Уникальные работы, потому что некоторые улочки, некоторые дома города Витебска не сохранились даже в фотографиях, но они есть на гравюрах Григория Филипповича. Григорий Филиппович подарил Мастацкому музею больше за 2000 работ. Зараз рахтуется шаргова яго выстава «Нажальпосмародная». Не меньше каштоны подарунок, и он покинул и областной библиотецы. Свои мемуары, семейный альбом, 10 томов, собранных им анекдоту. Как любой творческий человек, он еще обладал тягой к тому же искусству, к пению, анекдотом, шуткой. Он был незурядно веселый человек, особенно когда помоложе был, конечно, но в то же время он был такой высокообразованный культурный человек, который не позволял себе, грубо говоря, в анекдотах пошлости, это точно. Развитаться с маэстро можно будет завтра, 13 лютого. Панихида отбудется у ритуальной зале по проспекту Фрунзе, 71, с 13 до 14 годин. Витебских водолазов проверили на прав придатность. Экзамены им пришлось сдавать не только на суше, а и под водой. К квалификационным выпробованием подверглися 14 специалистов в ротовальной станции. И все отримали от знака «ВДАТНО». Подребязностью Артура Смолякова. На вату самые суровые морозы, они отсеживаются не под пледом, а под водой. Витебские водолазы сегодня сдавали экзамены. Для доброй оценки им пришлось нырнуть на 4-метровую глубиню. Зрештый для соправдных дайверов эта задача – ясная дробясь. Нырают я ныр регулярно, але сегодня тренировка особливая, зимовая. Сами водолазы признаются, под водой головное не разгубиться. Тут складана руха, это человек с каванным костюмом, ему перешкоджается отчаяние. Тым, кто стоит на березе, тяжко уявить, яких намаганий укаштуют такие уроки. Задача у него, собственно говоря, сейчас одна основная – это осмотреть то место, где находится сейчас майна. Определить видимость, какая есть, выполнить действия водолаза по сигналам, подаваемым с поверхности. Зимой, кроме самого спуску, треба еще и полонку подрехтовать. На улице мороз, гидрокостюмы без подогрева, а ли для профессийных дайверов экзамены не отменять навод при минус 30. Застается только набраться смелости и исти на дно. Даречь и правильно упаковаться перед стартом – соправдная навука. Один водолазный шлем может вважить до 20 килограммов, а я еще потребен скафандр и кислородный баллон. Самое тяжелое – это, собственно говоря, баллоны. Они весят практически около 22 килограмм, в зависимости от литража баллонов. Ну и груза, допустим, какие он будет одевать. То есть, если в сумме взять, это порядка 60-50 килограмм. Коли правильно расходовать кислород под водой, ягу хопить на 2 годины. Сегодня у витебских водолазов короткое погружение. Задачи для початковца у авось Ягор Королёв – соправдных гуру дайвингу. За свое життё под водой провел коляд 400 годин. Доводилось и людей вратовывать. Мы уже доставали 14-летнюю девочку летом в июле месяце. Каждый день практически погружаемся. Сложность никаких, хоть теперь ничего не мерзнет. То есть, все отлично. Не глядячи на экстремальный зимовый дайвинг, хвареют гэтые люди редко. Они упевнены, когда выполнить технику безопасности, здоровье будет в норме и отзнаки добрые. Артур Смоляков, Ян Пчельников, Новины, Витебск. Спорт. Баскетбольный клуб «Рубон» у чарговом туры национального першинства на свою прядцовце примал осиповеску «Свислач». Заход поединку вырошился у заключной чверсти, где подопечные Руслана Байдакова смогли взломать сопротивление гостей 84-80. Эта перемога стала пешей викторой над соперником в селетнем сезоне. Подрабязностью репортажа Сергея Мисурагина. У двух обочных сострашек господары набрали максимум шаттеры очки, але у селетнем розыгрыше Янны и Яшыни перемогали осиповецкую «Свислач». Гости на дворот упевнены отшиваются ве на любой пляцовце, але приезли у Витебску сяго 7 баскетболистов, а тамо и витеблянам, и карты в руки. Баскетболисты осиповецкой «Свислач» на пярады дни гэтой состраша зарабили солидный адривот конкурэнтов и упевнены займали другий родок у турнирной таблицы. Иначе кажучи, гости уже выконали задачу на пяраднем этапе чемпионата, а тамо и витебск проехали у ослабленном составе, да уж и махчимость отпадшить и подляшиться лидерам клуба. Сейчас все травмируют. Один игрок температура сегодня высокая очень заболел, а два игрока у нас из первой пятерки, это Евгений Иванов, он травмированный, у него крестообразный, и Миниск, и Дима Шилович голеностоп, они остались лечиться. Витеблянии надворотни на жарты разошлись и под конец попередних этапа розорышу. У распоряджения Руслана Войдакова есть полный набор баскетболистов и махчимость варьировать составом по ходе сустрэши, а тамо наши земляки мкнулись протягнуть пероможную серую. Сложно сказать о результате, потому что команда Свислыч сейчас идет очень хорошо, и поэтому сегодня надо очень будет постараться не только атаковать кольцо успешно, но и защищать свое также. Махчим и спермахши ослабленный состав гостей с чельно заселу уголовых витеблян, их это пошло не на корысть. Рубанутцы занадто хваливались, и с великим процентом браку атаковали кольцо соперников. Гости на двору демонстровали компактный баскетбол с минимумом помылок и регулярным набором очков. После трех периодов я навели с ликом 61-49. Развязка наступила у опошни 10 хвилин. Снеселенные гости набрали шмат фоллоу и спынили сопротивление. Рывок витеблян 35-9 вырешил заход поединку. Это перемога ущельную наблизила витеблян до конкурентов в середине турнирной таблицы. Наступный поединок Рубан проведет на выезде 14-го лютого супрадь Барасфена. Сергей Мисурайин, Ян Пшельников, Новини, Витебск. На этом поколе все. Наши корреспонденты уже рыхтуются вечерний выпуск. Убачимся.